здорово пацаны я сейчас в питере и пришел на не знаю как правильно или на шпалерную или на шпалерную потому что шпалер вы сами знаете что а шпалера это типа обои или что-то такое ну короче неважно на шпалерная улица и пришел я посмотреть феликса егенду ища держимского великого макрушника номер один короче поэтому памятник что я могу сказать этот памятник вам он установлен 13 октября 1981 года высота его 4 метра постамент 3 метра ну короче такая нормальная фигура да еще первый камень в основу памятника был заложен 1977 году потому что к тому моменту феликсу исполнилось 100 лет ну короче к столетию феликса егенду еще держимского установлен этот памятник можно так считать по самому феликсу могу сказать что личность весьма неординарная родился он в семье дворян отец у него еврей мать полька он был как бы в детстве вундеркиндом шесть лет он уже умел читать по-русски польские и еврейские но особых рвений в школе он не проявил так посредственно он учился потом умудрился нарезать челюсть учителю немецкого языка и был выгнан с гимназии любитель был с тёлками там кутить бухать но короче и вообще его мать кстати воспитывала в традициях такого что всех москалей на нож вот тип того что так что он как бы никаким таким сильно большевиком не был поначалу да это мы вообще не знаю чем он там руководствовался фича была в чем работать он ни хрена не любил любил короче вечно с какими-то уркаганами тусить там какие-то там восстания устраивать бузу всякую короче и они начитаются таких карла маркса и фридриха эндриса мечтают об обществе где работать вообще не надо ну и вот так вот он жил-жил-жил-жил вечно попадал какие-то заворуки там что-то туда-сюда что-то где-то какой-то даже он хотел там это восстание в каком-то городе не помню точно в каком и чудить но там какой-то его покинник там испугался помню не взорвал пришлось им убирать но это неважно в итоге короче его там зацепили посадили сидел он там 11 лет там я не помню 8 лет по моему в тюрьме 3 на каторге и освободила его естественно великая октябрьская революция и он уже в марте как бы 17 года встретился с лениным нет не после революции а до революции он встретился с ленином в марте когда ленин там тарился в разливе там шалаше ну вот они там что-то с ним перетерли и он короче как бы его взял к себе в банду так как он был очень блин дерзкий и никогда не остановился когда надо было кого-то валить валить он любил лично принимал участие в расстрелах был такой даже один случай когда он там прилюдно завалил одного пьяного матроса который зашел в наркомат и чё-то там ему сказали ты чё бухой сюда приперся а он там что трехэтажным матом отложил дежинский шпалер выхватил и лично его расстрелял потом в эпилептическом припадке забился чехоткой он болел и плюс еще там что-то но есть один момент интересный до кого до того как произошла великая октябрьская революция дежинский жил на широкую ногу и путешествовал везде тут где только можно тратил баснословные суммы на все на свете никто точно сказать не может кто откуда эти суммы брались то ли блин он банки грабил и всяких там буржуев то ли ему деньги из-за границы немчура поставляла как-то так но известно что он своим боевикам платил по 50 рублей в месяц хотя простой рабочий в то время получал 35 как-то так вот я пришел типа посмотреть его думаю дай-ка погляжу на эту великую личность да еще кстати немаловажный факт связан с этим памятником когда его восемьдесят первом году открывали тут собралось вот на этой площади очень большое количество народу естественно были чекисты в штатском ну и вот когда отгремели разные туши там и все такие штуки там речи были сказаны сдернули покрывало с памятника и всех охватил ужас потому что у железного феликса на шее болталась петля все просто охренели люди штатском сразу бросились у всех отбирать фотоаппараты и прочее прочее но потом выяснилось в итоге что это никакая не акция была просто рабочий который устанавливали памятник забыли трос у него с шеи снять оказалось что получилось так что железный феликс был с петлей на шее да ну что можно хорошего такого сказать ну на самом деле феликс и джерджинский проникся делом революции и впоследствии уже никогда не вспоминал о том что надо всех москалей на нож а был ярым ленинцем не имея высшего образования и вообще какого-либо образования феликс и джерджинский в новом обществе снял ряд ключевых постов так как он был сидевший человек то вальмирович ленин его отправил руководить наркоматом внутренних дел и как бы феликс идмундович себя там проявил должным образом правда давалось это ему нелегко он вечно ходил уставший грязно его мучила чахотка но все-таки для нового общества он сделал немало важного он во первых занимался делами беспризорников коих было после революции великое множество как-то так сами понимаете революция без жертв не может происходить и кровавые репрессии мокрушника номер один наверное имели определенную цель я бы не сказал что он просто беспощадно всех там лупил наверно все таки разбирались хотя был один интересный случай многие его не поняли но они обычно умалчивают но я хочу это озвучить однажды владимир ильич ленин спросил у феликса идмундовича чтоб он сколько у нас контрреволюционеров содержится в тюрьме и дежинский дал ему доклад то что 1500 человек ленин ознакомился и поставил крестик и отослал феликса днундович это понял по-своему 1500 человек были расстреляны этой же ночью хотя владимир ильич ленин крестиком помечал типа того что ознакомился вот такой то вот случай был одна из моих песен в альбоме мертвые гирлянды посвящена именно вот этому человеку песня довольно таки правдивая всем рекомендую прослушиваю и Субтитры сделал DimaTorzok